Угадайте, в чьей мы квартире? От полутора до двух тысяч евро. Встаньте на мое место, когда на вас сверху сечет моча кошачья. Душа прям защемила, вспомнила детство. Пойное. Вы сняли? Все, когда мы так сделали, не знали. Заходила сколько раз в аптеку, из этих алканавтов не подойти. У вас еще нет, это же моча, простите. Здравствуйте, а к вам можно? Что вы в туалете ищите, расскажите, вот этот момент. Вы что-то там увлеклись, мне кажется? И можно уже и компанию, да? Коничева, комбова. Они пугливые, да? Приходилось ли вам когда-нибудь снимать жилье? Нет, не приходилось. Ну и хорошо. Нет, не приходилось мне снимать жилье, у меня свое. А вы сами из Минска? Нет, я из Барановича. Приехали за закупками на рынок. А что приехали покупать? Чего нет там в Барановичах, чего есть у нас? Куртки у вас лучше. Какие куртки? Веседние. Квартира трехкомнатная, стоила 250 долларов. А почему сейчас не снимаете? Ну сейчас дорого. Вы считаете, это дорого, правда? Да, конечно. Ну, 300, допустим, это дорого. Чтобы были деньги, нужно работать. Ты тут ишачешь как лошадь, а получаешь как раб. Жить-то все равно где-то надо? Ну сейчас в общежитии. А сейчас мы приехали в общежитие Жрео. Где живут работники той организации, куда мы сдаем деньги на ремонт и на всякую-всякую-всякую. Как мы уже видим, лифта здесь нет? Мы платим за комнату около миллиона за 18 квадратов. Ну я вам скажу, не дешево. Можно, в принципе, комнату снять за миллион. Выход на крышу, ключи у Швейцара. А я так смотрю, вы так спокойно заходите в мужской душ. Конечно, меня не испугаешь голым мужиком, но... Красиво. Посмотрите, какие ретро-краны. Секс в душевой. А вы мечтали бы вот это вот, как в фильмах показывают, эту эротику в душевой? Честно, нет? А здесь вот деревянные крючки такие. Все красиво. Раньше умели все делать. И лавку мужики сколотили, да? А, это и кухня у вас, два в одном. Это вообще одна комната. Без окон, без дверей. Была, меняли двери, меняли окна. Марат, привет, как дела? Привет. Нравится тебе здесь жить? Да. А мужики где ваши? Марат только у нас. Да, они на работе. У нас работают до восьми. А на очереди муж уже стоит 11 лет и никакого продвижения нет. Нет работы, нет зарплат, нет ничего. Хочу спросить, приходилось ли вам когда-нибудь снимать квартиру? Вы с мамой живете? Да. Да? Ну и как, не стыдно? Не хочется свою квартиру однокомнатную, там, чтобы девчонки, пацаны приходили? Нет? Пока что. Не хочется? Нет. Все устраивает? Да. Утром, небось, пирожки, чайок, да? Да. Ай, класс. Удачи. Где снимали, в каком районе? Комаровский рынок. Ну, оформляли через налогу или в черную платили? В черную. В черную, да? Ну, сколько, на ваш взгляд, должна стоить однокомнатная квартира? Долларов 90 встал. Да? Так дешево? Ну, а куда дорога? Да? Ну, конечно. Нету зарплат нормальных. Ну, шумно будет, нет соседей? Евгений, скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, вы хотите решить квартирный вопрос. Вы ищете квартиру, какую? Ищу двухкомнатную квартиру, ну, от московской до уруча примерно. Потому что я работаю в парке высоких технологий, от московской. Вы айтишник? Да, все верно. Бюджет до 300 долларов. Как айтишники зарабатывают? Много? Знаете, согласно контракту я не имею права разглашать. Я говорю, может быть, на пионерской квартирку поищем? Здравствуйте. Здравствуйте, дитя Соня. Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. А вы же, наверное, заедете со своей компьютерной техникой? Да. Да? Обязательно. Много у вас там мониторов, вы же на компьютере, там все с утра до вечера. Ну, как мы видим, дверь не железная, уже минус. Ногой так дадут, и все. И в ваши компьютеры вынесут. Здравствуйте. А к вам можно? Можно. Даже с правой ноги я люблю так. Тогда все будет хорошо. Боже, какая постель. Вам будет где разогнаться. Первым присаживайтесь. Шумно будет, нет, соседей? Ну, не знаю, на таком возможно. Да. Смотрите, даже есть брестский ковер в наличии. Ой, балкон чистый, без хлама. Ну, в общем-то, замечательно по утрам выходить. И будет даже Ленин на вас смотреть каждое утро. А я буду смотреть на него. И будете так ему приветствовать. Что там ищете? Ну, можно ищу. Вот, смотрите, даже весы, если сидите на диете. Ну, что вы там пытаетесь найти? Сейф, клад, тайник? Нет, насколько хорошо плитка положена, бывает со временем плитка... Прям на вас лежите в ванне, она на вас обваливается. Да, такое вполне может быть, если какой-нибудь человек не ради его он нанимал. Что вы в туалете ищите, расскажите, вот этот момент. Ну, я хочу посмотреть на трупы. Или вы хотите найти что-то от предыдущих жильцов? Ну, вы зарешутите, такое бывает. Да ладно. Кто-то может оставить полпакета, допустим, с рисом. О, полпакета! С рисом и там заведутся личинки. Напор хороший в смывке? С огоньком. С огоньком, да? Да. Вот, и мы пойдем дальше. Спасибо вам, низко кланяемся. А давай вот сейчас, смотри, хозяйка не слышит, она-то за дверями. Давай, лупи уже, как есть, правда. Ну, она в нормальном состоянии. Да, я бы хотел поискать, потому что, ну, на первопопавшийся вариант соглашаться это не очень. Скажите, что мы приедем посмотреть. Нет. Потому что я бы вам сдала. Сдала квартиру. Ну, вот еще один наш опыт. Ну, что мы видим? Ммм, аромат в подъезде стоит прекрасный. Фу, как воняет. Я за то, чтобы ЖЭС заварил все мусоропроводы в подъездах. Ну, показывайте и расскажите цена вопроса сразу. Ну, вы знаете, по цене можно разговаривать. Ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус. Начинаем с 400, а потом... Написана современная техника. А телевизор-то не плазма тонкая? Вы знаете, может быть, плазма тонкая. Это не вопрос, вы знаете. Ну, такой прикольный гаджет. Главное, что ноги помещаются. Поздравляю, вы получили первую жировку? Да. Ну, расскажите. Для того, кто будет арендовать, 242... Ой, какая пружинистая. Ой, и вид красивый какой. А за сколько вы хотите снять, вы скажите? Кризис сегодня, ситуация в стране непростая. Поэтому вы должны как-то помочь нам. Но мы хотим, чтобы вы тут нам, в общем, все нас устроило. И вот если бы еще долларов за... Ну, 320, что ли. Просто... Давайте 330, и я все вам доношу. Вот, пожалуйста, 320 долларов. Может быть, да. Вот. Егор, ну расскажи, с какими проблемами сталкивался? Район, я вижу, Серебрянка, да? Днем хорошее достоинство. Вечером тут уже так более опасно. Вот здесь у нас магазин. Магазин тут дерьмо. Извините. Да? И вечером тут очень интересно. То есть можно всякие, ну, там, бесплатную музыку послушать. Вижу коридор. Ну, кровать хорошая, вот насколько я понимаю, да? Да. Он обычно... О, у нее маникюрка. Такие силиконовые эти штуки. Первый этаж, и поскольку район такой очень интересный, то, в принципе, может ночью кто-нибудь такой слегка залезть. Скажите, а вот это вот контингент, говорят, вечерами тут идут все за бутылками. Такие аптеки берут. Да-да-да, мензурки. Он мензурки берут. Как называется? Бальзам Московия. Да ладно, и что он дает? Какой эффект? Ну, это у них надо спрашивать. Мы, кроме водки, ничего не пьем. Ну, вообще, вот как бы у нас, говорят, пьяный район вот здесь вот. Потому что из-за той простой печенью, что я так считаю, что рядом магазин. Заходила вот сколько раз в аптеку, из этих алканавтов не подойти. Они покупают, я вот насчитанных этих бедных мужичков, эти копейки, вот, вот просто они вот покупают всякие вот эти капли и все и пьют. Вот некоторые жильцы сдают у вас здесь квартиры. А, то есть, ну, по факту она там стоит 140 долларов в час. И вот налоговая каждый раз с телевизора призывает, позвоните, сообщите, что ваши соседи сдают квартиру. А у нас соседи сразу сдают, понимаете? Да, сразу соседи сдают. Настучали бы или нет на соседей? Ну, вряд ли. В этом случае можно рассказать за свою квартиранку за нарушение санитарных роз в моем подъезде? Что она там утворила, расскажи. А у нее там стук 10 котов живет. Станьте на мое место, когда на вас сверху сечет моча кошачья, а я только сделал капитальный ремонт квартиры. Все по стенам это сечет. Сколько раз на нее не жаловались, прокуратуру писали. Ну, у нее взять в прокуратуре работу, все заявили, да тут они не доходят. Вы там в черную платите или все-таки в налоговую как-то оформили? Налоговую. Все по договору, чтобы все было как-то. Да, ну, не планируете переезжать в ближайшее время опять там куда-то? Ну, может уже в свою только отсюда. Бывают квартиры, знаете, вот мы районы полторы тысячи, тысячи долларов. Вот кто эти люди вообще, кто снимает эту квартиру? Я же говорю, высшее общество. Где надо работать? Точно не на заводе. Точно не на заводе. Но теперь пришло время элитного жилья. Жилья не для всех. И приехали мы именно в этот дом. Дом, который построил, не помню фамилию архитектора. В общем, дом у Троицкого предместья. Пойдем посмотрим. Кто же те люди, кто снимает эти квартиры? Аркоторговцы. Правда, да? То есть вы ходили в этот дом именно? Я делала около подъезда, ждала нас. Ну, если бы мы знали, мы бы с бахилами пришли, я думаю, нас бы впустили. Угадайте, у кого мы в гостях. Так вот и нет. На самом деле мы в подъезде. Габарите. Класс. О, лифт-луки можно делать здесь, да? Там чика-чика. А, мы уже... Уже здравствуйте, да? Мы пришли в очень кристально чистый, уютный дом. И нам нужно надеть бахилы. Вот эту вот работу сделаю я. Какие люди должны здесь жить? Метраж. Метраж 109 метров. Ну, от полутора до двух тысяч евро. Да, евро, да? Ой, красиво все имеет. Знаете, элемент кухни такой даже, я бы сказала. Вот то, что вы говорили, санузел еще один дополнительный, да? У нас в программе появился, наконец-то, плазменный телевизор. Да, вот мы проверяем плотность матраса на каждой нашей квартире. Вот если дискотеки здесь устраивать, вечеринки, пати какие-то. Внизу соседей нет, сбоку только консьерж. И, скажем так, здесь любой уровень звука. О, господи. Возможно, это... Минск на ладони. Мне кажется, и прелесть в том, что мы невысоко, да? Слушайте, такой удобный. Это первый удобный диван, на самом деле, на котором я сегодня сидела. Вот так, да? И тут уже раз, и можно уже и компанию, да? Смотрите, заезжай и живи, все готово. Кстати, вот тоже столик красивый. Сегодня у нас было разное жилье. И такое, и, пожалуйста, такое. И пришли к тому выводу, что дешевую квартиру снять сложно, большой спрос. А вот с дорогим жильем тут надо постараться. До полугода, до года это жилье ждет своих хозяев. С вами был столичный вентилятор Анна Бонд и Алексей Носов. Ждем ваших страстных, горячих комментариев. Муа! Муа! Субтитры создавал DimaTorzok